Всем привет, мои дорогие! У меня сегодня такое видео будет небольшое, но информативное. Собственно, о чем речь? Покупки, которые я совершила в марте. Расскажу вам свою историю, интересно, покупки вот в Ревгош. Тут, собственно, совсем немного. И в этом же видео я покажу вам, что я открываю на месяц марта, какой уход. И, собственно, вот моя покупочка. Это фирма Freshline, греческая. У меня уже было несколько средств этой фирмы. Я очень-очень-очень была впечатлена ими, этими средствами. И тут у меня сыворотка от темных кругов и мешков под глазами. Улучшает кровообращение, уменьшает отеки. И темные круги наносить на область вокруг глаз по орбитальной кости утром и вечером. Избегать попадания в глаза. Собственно, у меня закончилась медипил моя, да? Сейчас, минутку. И я решила, все-таки надо брать что-то, да, уже такое в плане, да что ты будешь делать? У меня сегодня не слушается, у меня штатив. Надеюсь, нормально будет, не выскочит больше. Я решила, что что-то надо взять. У меня был купон на 300 рублей. И был у меня еще подарочный сертификат на 500 рублей в магазине Ривгош. Эта марка представлена только в Ривгоше. Еще плюс ко всему, наш тут адлерский Ривгош закрывают на 2 месяца на какую-то там реконструкцию. Я решила, что надо идти просто и брать что-то. А, собственно, так как я сейчас хочу садиться на косметическую диету из того, что мне надо, потратить надо было, да, как вы понимаете, этот купон очень-очень. Вот, я решила, что буду брать серым, да, под глаза. Ну и, собственно, поконсультировавшись с консультантом, пришла я к этой сыворотке. Консистенция у нее такая слегка, знаете, маслянистая. Вот так это выглядит. И она прям супер имеет такую не липкую, но вот гладкую как бы текстуру. Я не знаю, как это правильно объяснить. Как будто вот маслица. Знаете, если вот витамин Е в этих капсулах когда-то вы использовали, то что-то похожее вот на это. Но очень быстро впитывается. И приятная-приятная такая кожа остается после нее. Сыворотки должно хватить мне надолго. И обошлась она мне, эта сыворотка, всего там 700 рублей. Сейчас я вам скажу. Так, со всеми-со всеми скидками, да. Так ее полная цена получается... Так, сейчас, минутку. Полная цена ее 1850 рублей. По карте Ривгош, соответственно, это чуть дешевле. И еще плюс скидка, которая у меня 300 рублей, да, была. Купон. И подарочный сертификат. В общем, мне девушка там молодец в этот раз подсказала. Мне это понравилось. Я взяла вот такую масочку. Там надо было добрать на 20 рублей, чтобы 300 рублей активировать, да, так скажем. Вот жила такую самую обычную огуречную маску. Не знаю даже, что это за фирма такая. Манифит. Буду пробовать, думаю, для смягчения увлажнения как бы лишним не будет. Вот. И поэтому у меня сработали все эти скидки. И моя сумма покупки вышла всего лишь 789 рублей. Вот. За такие два продукта. Я считаю, это мега выгодно. Поэтому, ну, совершила, да, эту покупку. Так бы нет. Потому что я решила сесть на косметическую диету. Очень много косметики в запасе. Очень сейчас много задач других. Помимо, да, каких-то там затариваний косметики. Поэтому вот так. Ну и, собственно, давайте покажем. А, ну да, сыворотку я эту сразу беру в ход. То есть я сразу начинаю ей пользоваться. Буду потом рассказывать, что и как. Значит, что... А, девочка мне еще любезно предоставила такие два пробника. Очень она хвалила этот серум красный. Его даже нет в продаже. И она говорит, это такое шикарное средство, что тут просто за него, ну, как бы дерутся, можно сказать, на... Когда он появляется на стенде. Ну, попробуем. Что здесь, я так поняла, с какой-то кислотой. Красные ягоды, сыворотка для лица, ночная для сияния и восстановления. По-моему, она говорила мне с гликолевым. Что-то гликолевое там есть. Вот. Тоже расскажу потом, попозже, что и как. Но она прям вот обещала, что я буду в восторге. И мне всегда нравятся во фрешлайн именно консультанты. Они всегда накидывают кучу-кучу пробников. Я благодаря этим пробникам, я как бы себе, для себя открываю новые средства. Очень хорошие фирмы. Еще раз повторюсь, присмотритесь. Итак, что же я открываю? Я открываю вот такой бустер питательный. Это у нас Арифлейм Оптимус. Обычный бустер у меня такие уже были, только, по-моему, для сияния. Я его беру как на шею, да, доп. уход. Вот. И, ну, обычная пипеточка. Вообще, бустер надо добавлять в крем. Я буду просто использовать как сыворотку. Вот. Он такого жирненького какого-то. Жирненькой консистенции. Я думаю, как бы нормально сейчас. Пока еще не лето. Вот. Будет хорошо такое использовать. А, ну, собственно, коробочку я, да, выкидываю. Вот. Беру на шею. Дальше. На шею же я беру вот такую штуку. Это у меня ночная крем-маска для лица от черного жемчуга. Она мне шла в подарок за какие-то там покупки в подружке. Одно применение, ночная норма. Восполняет дефицит коллагена, восстанавливает плотность, интенсивное питание. В общем, тут прям очень-очень так все хорошо расписано. Но, естественно, на лицо я такое использовать не буду. Вообще, рекомендован с 25 лет. Но, как бы, тут по, я думаю, по потребностям. Вот. Ну, конечно же, коллаген там я не думаю, что прям какой-то супер-пуперный. Но посмотрим. А вдруг? Вот. Я, как бы, на шею люблю такие продукты жирненькие. Потому что считаю, что шея нуждается в особенном каком-то уходе. Вот. И поэтому на ночь будет у меня вот такая вот теперь масочка. Крем. Все запечатано. Открываем. У меня закончилась оптимал. Сейчас крем. И я поэтому вот, собственно, открываю. Открываю. Подцеплю сейчас. Время уже почти ночь. Я тут занялась, понимаете. Так, так, так. Никак. Не пучайте. Как моя племяшка скажет. Пришлось воспользоваться подручными какими-то средствами. Ах, блин, это что такое. Вот это то. Раскрываю прям при вас. Чтобы вы видели. А-а-а. Плюх. На шею, на шею. Ой, пахнет очень приятно. Сладенько. Так. Хорошая консистенция. Мне нравится. Ну и, собственно, это вот так вот выглядит. Вот. Дооткрою потом. Приятный такой кремово-сливочный аромат какой-то. И, я думаю, будет отлично питать кожу шеи. Так. Дальше что я беру? Вот Фаберлик. Вот такое суфле для тела. Апельсиновая меринга. Это по типу что-то печенка, да? Апельсиновая. По-моему, я открывала ее, нет? Нюхала. Да. Открывала, нюхала. Поэтому тут уже так. Вот так. Но не пользовалась. Ой, это очень вкусно пахнет. Это прям няшка-вкусняшка. Я надеюсь, что мне понравится. Ой, она прям, смотрите. Видите, что? Это как прям какое-то... Что это? Ого-го. Сейчас мы помажем руки. Обалдеть. Сейчас. Но это растворяется так быстро. Ничего себе. Такая интересная штука. У меня такого что-то не было еще. Пахнет вкусно. Очень прикольно. Мне нравится. Под ногтями. Правда, теперь все равно, извините. Прикольная штука. Так. Берем, да? Для тела. Так, теперь что у меня еще? Давайте я вот это вот так закрою. Что-то я тут бардак устроила. Устроила бардак. Так, теперь у меня... Что еще для тела? Вот такой крем. Еще не пробовала. Это у нас крем для ног. Питательный и увлажняющий, по-моему. Момент любви к своей коже. Да, питание и смягчение. Вот. Крем создан для питания кожи. Но конденсивно увлажняет, бережно даботится кожа, третата, бла-бла-бла. Смотрим, что у нас тут по консистенции. Тут, конечно же, тоже все в фольгушечке. Мне вот почему-то доставляет удовольствие открывать новую косметику. Я прям, не знаю, у меня прям кайф какой-то я испытываю. И даже когда смотрю на это, я тоже кайфую. Так, не как обычно. Но теперь у меня руки все жирные. В этом муссе. Или как он там, в суфле. Уже зубами просто грызу. Так. Ну, я думаю, обычная какая-то консистенция будет. Мне пельсин все перебивает. Я теперь ничего не чувствую. Мне теперь непонятно. Ну, ладно, потом вам расскажу обязательно. Так. Телефон просто хочет убежать у меня. Ни один телефон, вообще ничего мне не держит. Я уже несколько раз жаловалась. Штатив не держит мои телефоны. Так, дальше. Что еще? Беру вот такой тоник. Это у нас Medihill. Совсем недавно его приобретала в интернет-магазине подружка. И у меня сейчас заканчивается тоник от Arnaut. Я его, вот этот тоник, буду использовать. Ой, господи, что меня пугаешь. Буду его использовать на вечер. А на день я сейчас попозже достану еще один. То есть я вот этот начну на вечер. Arnaut я добью на день. А потом я достану пшикалку. Вот так я хочу сделать. Вот так это выглядит у нас. Это тонер для лица с экстрактом чайного дерева и БХ кислотами. Я не думаю, что тут прям какие-то сильные кислоты. Не думаю, что эти кислоты как-то сильно там будут, ну, прям такими уж, как это называется, жгучими, да. Поэтому беру. Пока у нас не самое активное будет сочи солнце. Поэтому, я думаю, можно. Так, здесь у нас все тоже вот так. И еще вот так. Надо было, наверное, крем жирный открывать в конце. Чтобы я могла нормально все вот это вот дело открыть просто. Потому что... Потому... Все эти пимпочки... В общем, ладно, открыла, да. Открыла. Пахнет очень вкусненько. Чайным деревом. Но вот не как масло, да, чайного дерева. А приятный такой свежий аромат. Я думаю, мне должно подойти. У меня, в принципе, сейчас проблем с лицом нет. Но для этого надо за ним ухаживать. Так, как ухаживала сейчас я. То есть, я все правильно делаю. Поэтому продолжаю в том же духе. Так, далее. Что у меня. Вот такие четыре продукта для лица. Я на самом деле их уже открыла. Когда летала, да. В Москву ездила. Мне надо было что-то с собой взять. Потому что я... Ну, не все у меня там было, да. По наличию дома. Значит, что у меня здесь. Улажняющий BB Fluid Сияние. Это все Seven Days. Пенка Праймер для умывания. Тоник Эссенция Лосьон. И ночная маска для лица. Уже все пробовала. Все знаю. Могу какое-то что-то дать даже, да. Так скажем, резюме. Но вот сейчас это надо все добить. Потому что уже открыла. Значит, BB-шка. Что из себя представляет? Тут прям просто кремушек со сверкалками. То есть, это не тот BB, который, да. Мы привыкли, что он там чуть-чуть как-то что-то тонирует. Нет. Это просто такая сверкалочка. Которая, в принципе, ну... Не знаю я, зачем она. Ну, иногда периодически буду использовать. Чтобы просто не залеживалось. Надо тоже, как бы, понимать. Глаз скин увлажняет, придает сияние, выравнивает тон. Ну, тут за счет светоотражающих, да, частичек вот этих. Прикольная штука. Так, пенка-праймер для умывания. Очень хороша на утро. Она прям классно подготавливает кожу к дальнейшему какому-то уходу. Мне очень она нравится. И у меня она была уже такая пенка. Я ее в отдельном покупала, как бы... Ну, просто вот отдельно, да, в таком виде. Вот. И сейчас поэтому очень рада, что она у меня вот еще раз есть. Тоник влосин эссенция тоже у меня была эта штука. Она, знаете, такой консистенции. Слегка тягучей. Вот. Именно как эссенция. То есть она не растекается по руке, а вот такая гладенькая. Очень мне нравятся такие продукты использовать. То есть я могу прям на коже делать слоеный пирог такой. Из много-много средств. И ночную маску для лица тоже уже использовала, пробовала. Понравилась мне. Я ее наношу после, допустим, кислотного какого-то пилингующего. Ну, типа... Как это называется? Диски, да? Пилинги вот эти. Я наношу после них вот такую ночную маску. Мне очень нравится эффект. Вот. Что еще? Беру крем для рук вот такой от Невея. Комплексный уход облепиховый. Нравится мне. Не раз у меня уже был. Открываю мыло вот такое. Смотрите. Я стала фанаткой мыла. Меня походу... Я мужа приучила на деревьев для душа, а он меня приучил на мыло. Вы представляете? Я еще в шоке. О, какое оно мимичное. Смотрите. Это было что-то, по-моему, в прошлом году от Арифлейм. Такая серия. Приятненько пахнет. Но, по-моему... Блин, опять этот ревень. Это с ревнем. С ревнем. Серьезно, пахнет ревнем. Я никак не могу от этого аромата отделаться. То, что у меня был слух фантастика. Это прямо караул. Ладно. Так. Буду использовать. Дальше что? Дальше у меня вот такое масло для кутикулы с мятой. Открываю. Это северина. Закончился у меня с Али Хэнсон почти уже все. За кутикулой постоянно надо ухаживать. Это прям вот... Когда не знаешь, что делать, машь кутикулу. Да? Есть такое выражение. Сейчас мы его посмотрим. Я не открывала, даже не нюхала. И... О, это прям чисто мята. Приятно, приятно. Очень пахнет. Давайте попробуем на одном пальчике тут помазать. Смотрю в камеру, втыкаю. Так, что-то прям тут... У нас написано-то, что... Двести... 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 Что двести? Двести что-то. Масло для кутикулы с мятой. Не знаю, что двести. Но, в общем, так нормально вроде смягчает что-то. Беру, утащу на работу. Потому что на работе постоянно этим делом занимаюсь. Смазываю кутикулу. Не знаю, почему. Есть ли у вас такая привычка, кстати, вот смазывать кутикулу маслом именно вот где-то, но не дома. Ерунда какая-то, серьезно. О, вот достала себе Сейнт Морис. Может быть, намажусь. Не знаю. Это автозагар. Очень прикольный. Очень классно как бы выглядит в нем тело, так скажем. Вот. Попробую. Вам покажу. Возможно, как это вообще. Где-то, если найду перчатку. Не знаю, где она у меня. Специально такая варежка, которая наносит все эти средства. Еще я беру вот такой кондиционер. Шалфей и береза от Леврана. Это у меня было в просроченных продуктах. Но, на самом деле, не просрочен. Он еще до мая месяца. Поэтому как бы нормально. Вот. Выглядит это дело вот так. Не было никакой, по-моему, заглушечки. Пахнет прям травяным-травяным чем-то. Вот действительно шалфеем. Надеюсь, что не будет сильно пахнуть от волос. Потому что я не очень такие прям сильно пахнущие, травяные. Люблю на волосах ароматы. Я люблю что-то послаще. Вот. И последнее, что я открываю. Это наконец-то. Она у меня лежала, наверное. Не знаю, блин. Извините. Полгода. Какого полгода? Больше. Когда я ее заказывала на сайте, еще тогда был. Беру. А не Яндекс.Маркет. Это у меня Аравия. Энзим Вито Маск. Альгинатная детоксицирующая с энзимой папайи и пептидами 2 в 1. Очень-очень тут многообещающая у нас инструкция, да, так скажем, описание. И я ее открываю, чтобы прям вот все, чтобы начать, вы понимаете? Чтобы уже никуда не деться. Ой! Она прям под завязку. Розовая розовая розовая. Ну, потому что папайя. А что, нету ложечки, что ли, в комплекте? Собаки страшные. Ну, ладно. Вот. Вот так это выглядит. Обожаю альгинатные маски. Буду делать. Буду как-нибудь, может быть, с вами сделаю. Расскажу, покажу. Я, в принципе, уже показывала на своем канале, как я делаю альгинатные маски. Но посмотрим консистенцию этой. Уж очень интересно. Буду проходить курс. Ой, вся измазалась я теперь в этой маске. Все, были вот такие у меня новинки в уходе. Следующее мое видео будет уже полностью, да, покажу вам свой уход. Лицо и тело, там, что, как, волосы. Посмотрим, когда отсниму, потому что, знаете, как-то не очень хватает у меня времени. Если честно, работаю, как обычно, на износ каждый день. Вот. Спасибо за внимание. Ставьте пальчики вверх. Пока-пока.